Кстати, микротест, как влияет рупор на звучание динамика. Это вот с рупором, что без. Вот во сколько раз произошло изменение звука. Усиление, какое он дает. Даже сбоку. Вот сейчас не буду держать камеру, просто снимаю в центре, напротив находится. Расстояние где-то порядка 50 сантиметров. Микрофон направлен прямо в центр рупор. Вот сейчас звук от рупор. Сейчас вот так вот звук от рупор. Сейчас снимаю. Собственно, без него. Вот так вот. А, ну чтобы расстояние скомпенсировать, вообще не надо его компенсировать. Вот что-то ближе. То же самое. Так же тихо. Ого, влияние рупор. Ну, кстати, отвратительно. Во-первых, гулки. Сгонки как гулку. Сейчас я покажу, как он звучит сам по себе. Как ведро помойное. Вот звук такой из пластика, из паршивого. Ничем снаружи не оклеенный, не жесткий. Как корыто звучит. Тут, кстати, надо вот эти штуки, чтобы были плавные, вот так вот расходились от центра. А не сделай вот эти. Надо хотя бы все было. Во-вторых, вот здесь вот очень мне не нравится то, что прямой канал есть. Он длинный. Несколько сантиметров. То есть вообще без расширения идет. Это очень плохо. Даже вот магните оттуда, вот в центре, то с расширением сделай. Такая вот, как не остая акустика, техника. Фирму не буду называть. Но это какая-то буржуйская делает. Вроде не Китай. Но делают ужасно. Приходит, все переделывает. Здесь нам какой-нибудь демпфер будем клеить. Ну а динамик, собственно, вот он, как называется тут. Сейчас я приближу. А то когда близко к магниту, телефон отключается. Так, наоборот. Такая вот хринянца и 30-ти ваттный. В 8-мам какой-то. Вообще нонейм, что ли? Непонятный. Так вот. Вроде профессионально. Настолько грехов нашли. Сеточка тут, кстати, была защитная. Вот пришлось ее снять. Она звенела, дребезжала и потенциально могла высокий частот нарушать. Прожарить не стал, просто вытащил ее все. Считаю, она там совершенно не нужна. Тем более, тут колонки закрыты внешним крилем со стороны. Поэтому это просто не нужно. Вот пятнашки среднечастотные широкополосники. С обалденным звуком. Сейчас находится в стадии доработок. Снят колпачок, потому что он давал тоже такой пластиковый, идиотский колпачок, который давал вот такой вот звук. В итоге хорошо звучащий динамик они испортили. А может, мог бы он звучать вот так. С чистой бумагой. Ну тут он шуршит, трется пока еще, надо не обращать внимания. Главное, вот он, чистая бумага. Звучит обалденно. Пятнашка. Я все-таки не удержусь, покажу. Если телефон не вырубится, название хоть. Вот он. Эпп-15 или 1ж. То есть его надо сильно дорабатывать. Похое дело делали какие-то. Тугоухие, пьяные медведи, похоже его. Потому что пластик, тем более в центре, тем более такой большой, применять нельзя. Когда в акустике он сильно портит средние частоты. Они их на середину рассчитывают, где-то динамики. С очень коротким ходом и заточен как широкополосник. А вот эта штука все испоганила. У него придется ее выбросить. Поставить туда маленький такой наконечник. То есть ровно в ширину вот этого дела. Там в центре есть керн для выдву воздуха. Он не помешает, несколько ходить он все равно будет. Вот этот вот оттенок идиотики уберется сразу. А то вот, ну что это такое, пузырь какой-то сделали. Вообще кошмар. Пластик прям чистый. Химия одна сплошная везде. Поэтому я поставил себе газовый монитор. Хотя был до этого ЖК. Кроме даже до прихоженной.